здравствуйте дорогие друзья и подписчики как всегда я рад приветствовать вас на канале пар в этом видео я хочу рассказать о кого-то и познакомить с одной из моих самых любимых рыб псевдоскат севилья начну с самого на мой взгляд важного многие аквариумисты не различают так называемых псевдоскатов а под этим словом скрывается как минимум три разные рыбки на самом деле больше просто я говорю о тех которые часто встречаются в нашей стране это севилья которое посвящено это видео бифортия и гастромизон не могу сказать что все эти рыбки давно известны и популярны более того мало кто из продавцов аквариумистов может объяснить как их отличить но винить продавцов не стоит ведь условия содержания у них практически одинаковы а это самое главное для продавца самый простой способ отличить один вид от другого портовому аппарату он их абсолютно разный посмотрите сами а и а и 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 в вообще этот вид рыб причислялся к семейству вьюновых но сегодня их определили к семейству болиториевых это лучеперы отряда карпообразных все болиториевы это пресноводные рыбки которые населяют водоемы тропической из тропической субтропической Азии и немного видов в европе также все эти рыбки придонные теперь когда мы разобрались о ком именно пойдет речь, давайте перейдем к делу. Естественно, каждый уважающий себя аквариумист хочет, чтобы его рыбки жили долго, а для того, чтобы они жили долго, им необходимы достойные условия содержания и кормления. Севилия рыбка не крупная, и хотя на многих форумах вы встретите информацию о том, что эта рыбка достигает 12 сантиметров, это не так. Как сказал ранее, под названием псевдоската скрываются разные рыбки с разным размером. Севилия, в свою очередь, не превышает до 10 сантиметров. Более того, я не встречал Севилию более 7 сантиметров. Если вы встретите, обязательно пишите об этом в комментариях. И самое главное, где можно на это чудо посмотреть. Исходя из размера, рассчитывайте и объем свободного пространства в аквариуме. На одну особь понадобится минимум 7 литров в просторном аквариуме с другими рыбками. Наверняка многие уже потирают руки и хотят такую красоту завести в своем аквариуме, но не спешите. Объема, конечно, она занимает немного, но есть сложности в содержании этой рыбки. В живой природе Севилия населяет мелкие реки и ручьи с очень быстрым течением и прохладной водой. В такой воде очень высокое содержание кислорода, и при этом вода в таких ручьях очень чистая, хотя зачастую чайного цвета. Подобные условия необходимо воссоздать в аквариуме, и это важный момент. Температура воды должна быть от 20 до 25 градусов. Если в вашей квартире или доме комнатная температура не опускается ниже 20, то обогреватель ставить нет необходимости. Сложности с температурой воды возникают летом, когда температура в аквариуме достигает 30 градусов. Сразу скажу, что Севилии, которые успели адаптироваться, скажем, от осени до лета к созданным вами условиям в аквариуме, и если они полностью здоровы, то они могут перенести такое повышение температуры, при условии усиленной аэрации в это время. Конечно, возможны сложности, но этот факт проверенный. Однако, необходимо понимать, что повышение температуры этими рыбками переносится плохо, и лучше всего в аквариумах с этими рыбками установить систему охлаждения воды. Фильтрация воды должна быть не просто хорошей, но и установлена таким образом, чтобы в аквариуме создавалось течение воды. Недопустимо мутная вода и взвесь. Подобное загрязнение приводит к гибели. Необходимо еженедельно делать подмены воды. И если с многими другими рыбками прокатывает, забыть про подмену, то с этими не всегда. Но насчет взвеси мы еще поговорим. Ну и само собой аэрация. Чем сильнее будет аэрация, тем успешнее будет содержание этих рыб. Особенно, как сказал ранее, при температуре воды выше 25 градусов. Всегда помните об этом. Стоит ли заводить Севилю неопытным аквариумистом, начинающим или в аквариум, за которым ухаживают дети? Думаю, нет. Конечно, выбор за вами, но нарабатывать опыт на этих милых созданиях я бы не порекомендовал. Придется повозиться с освещением. Все дело в том, что Севилия яркий свет не любит. Однако он необходим для роста водорослей, которые они употребляют в пищу. Поэтому освещение устанавливают яркое, а оформляют аквариум так, чтобы было много затененных мест. Желательно, чтобы на аквариуме была крышка или стекло. Бывают случаи побега этих рыб из аквариума, которые, естественно, заканчиваются гибелью. Соответственно, оформляя аквариум, нужно учитывать сказанное выше – поток и затененные места. А обычно для оформления используют песок, мелкий гравий, различного размера, окатанные или гладкие камни, коряги, глиняные, бамбуковые или деревянные трубки. Чем больше получится сделать укрытий, тем лучше. Желательно, чтобы для каждого псевдоската было укрытие. В противном случае возможны стычки. Хотя к печальным последствиям они, как правило, не приводят. Растения в аквариуме, конечно, приветствуются. Но не забывайте о температуре воды и о течении, которые необходимо создать в аквариуме. Для большинства аквариумных растений вода будет прохладной. Ну а подобрать растения можно и не так сложно, как может показаться. Не так давно на канале ПАР было видео про одно из таких растений, которые любят прохладную воду – это илодея. В аквариуме Севилии она будет как никогда кстати. Притянить цвет можно также с помощью растений, в том числе и плавающих. Еще один момент. На дне аквариума допускается размещение сухой листвы. Например, высушенные листья дуба. Конечно, вода приобретает чайный цвет, но Севилии это понравится. Периодически проверяйте показатели воды. PH от 6,5 до 7,5, а жесткость от 4 до 12. Возможно, небольшие отклонения, но лучше придерживаться нормы. У Севилии отсутствует чешуя. Это, конечно, вызывает кое-какие сложности в содержании, которое касается не только острых углов коряка камней, но и лечения. Не всегда в лекарственных препаратах учитывается дозировка для бесчешуйчатых рыб. Поэтому будьте аккуратны, если вдруг довелось лечить. Вообще, любую химию эти рыбки переносят крайне негативно, но подцепить какую-либо заразу они готовы всегда. В кормлении неприхотливы, однако их основной рацион это водорослевые обрастания, как правило зеленые вуры, которые они соскабливают своим смешным ртом. Но одних только водорослей при содержании в аквариуме будет, конечно, недостаточно. Севилию необходимо подкармливать. Для этого можно использовать донные корма, тонущие гранулы, таблетки, чипсы. Желательно, чтобы в состав входила спирулина. Можно также добавить в рацион мотыль, циклоп, артемию, трубочник и, конечно же, дафни. Более того, такие корма они любят даже больше, чем растительную пищу. Не откажутся и от некоторых видов овощей. Чаще всего используют кабачки и огурцы. Все, что осталось после кормления, необходимо сразу же убирать. Пожалуй, одним из самых важных вопросов у аквариумистов является совместимость. Часто этих рыб содержат в одиночестве небольшими группами. Но они легко делят аквариумное пространство с любыми мирными аквариумными рыбками. Один важный нюанс. Когда вы запускаете группу хотя бы из пяти особей, вы точно сможете за этой рыбкой понаблюдать. Они в живой природе живут именно так. Но если вы запускаете в аквариум одну или пару этих рыб, то понаблюдать за ними будет крайне проблематично. Они прячутся и изредка выползают во время кормления. Севилия миролюбивая рыбка, хотя и может проявить агрессию к собрату за место в укрытии или во время кормления. Многие рыбки, питающиеся водорослями, территориально. Других рыб абсолютно не трогают. Другой вопрос, что не все рыбки смогут прижиться в условиях, создаваемых для этой красивой рыбки. Как видите, в моем случае они пока что живут золотыми рыбками. Уживаются прекрасно, но золотые рыбки-любители порыться в грунте. Тем самым поднимают муть, а сильный поток, поднявшуюся взвесь, разносит по всему аквариуму. Естественно, приходится делать частые подмены и прочее, и прочее, и прочее. Но это не помогает. Поэтому золотыми рыбками содержать не рекомендую, хотя температурный режим отлично подходит и тем, и другим. Хорошо уживаются зданию, кардиналами, разными видами разбор и другими подобными рыбками. Если достойно обустроить аквариум, правильно кормить и подобрать хороших соседей, Севилия может прожить до 8 лет. Но скажу честно, удается это не каждому аквариумисту. Одним из интереснейших вопросов является разведение. Нельзя сказать, что рыбка появилась в аквариумах любителей совсем недавно, но вопрос о разведении досконально не изучен и остается открытым. Информация о том, что Севилия нерестится в аквариуме есть. Но есть информация и о том, что ее невозможно отнерестить в аквариуме. Очень размыто сведения и о том, как отличить самку от самца. Поэтому остается только один выход – все проверить самому. Чем я и планирую заняться в ближайшее время. Естественно, все это подготовки, запуск аквариума и прочее буду фиксировать на видеокамеру и выкладывать на канале пар. Если отнерестить Севилию удастся, это будет один из немногих случаев, зафиксированных на видеокамеру. Так что следите за выпусками, если вам эта тема интересна. На данный момент Севилия, которая встречается в продаже, в зоомагазинах – это дикари, рыбки, выловленные в живой природе. На этом у меня все. Видео подошло к концу и нам пора прощаться. Спасибо вам за внимание и до скорых встреч в новых видео на канале ПАР. Севилия, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин